Соседние дома пустыми окнами взирают на нового собрата, так не похожего на них. Стройка здесь везде, и большинство многоэтажек не заселено, а и ныне так и просто в проекте. Но школьникам, которые вместе с родителями переедут сюда совсем скоро, уже готовится место для занятий. На подходе к школе ничто не указывает на то, что сюда скоро придут первые ученики. Стены уже покрашены в нужный цвет, но вокруг куча земли и песка, остатки строительной техники. Чтобы оценить, на каком этапе находится строительство, необходимо пройти внутрь, что мы с вами и сделаем. Сотрудники муниципального управления образования в сопровождении представителей подрядчика провели инспекцию на соответствие срокам проведения работ. Надо отметить, что возведение школы идет в тесном контакте с управлением образования, и подобные встречи проводятся регулярно. Спасибо застройщикам, что они с нами советуют, что идут нам на встречу, и все необходимое было учтено. И школа укомплектована в соответствии с новым САНПИН и с последним приказом Министерства образования. Новая школа имеет площадь более 14 тысяч квадратных метров. Она рассчитана на 825 учащихся. В большинстве помещений ведутся отделочные работы, а в пищеблоке, например, уже даже установлено оборудование. Укомплектовано все полностью. Идет пусконаладочная работа, распаковка. Дальше идет контроль всех систем на постоянном питании. Проверяем всю технику, сдаем по актам, и, пожалуйста, заходите, кушайте, питайтесь. Оснащение школы будет соответствовать самым современным стандартам образования. Об отходе можно судить по актовому залу. Сейчас здесь также ведутся отделочные работы, но в ближайшее время начнется оснащение оборудованием, которое не может не впечатлять. Актовый зал будет иметь экран, будет иметь проектор, будет иметь театральный кресло отдельно стоящее. Будет полностью освещение, все спроецировано на сцену, будет качественный звук, будут кулисы, ламбрикены и будет проекция на экран. В спортивном зале пока еще тоже пусто. Можно видеть только конструкции, на которых будут висеть баскетбольные щиты. Но оценить масштаб этого в будущем многофункционального помещения можно уже сейчас. В основном спортзале он 30 на 18, это основные размеры. В соответствии, кстати, с правилами баскетбола, имеют в спортзале баскетбольные кольца полностью, имеют волейбольность для игры в волейбол, разметка, флорбол, это футбольные ворота, по стенам гимнастические стенки, скамейки. Будет непосредственно табло, чтобы судья мог вести игровые виды спорта и отображать это на табло. О том, что и отделы образования и застройщики уверены в скорой сдаче школы, говорит тот факт, что уже сейчас началась работа по формированию преподавательского состава. Ведется набор педагогов, все педагоги обращаются в управление образованием. У нас есть резерв педагогов, который в данный момент еще работает, но с 1 сентября готовы приступить к работе в данной школе. По проекту в образовательном учреждении будет действовать 37 классов, каждый из которых рассчитан на занятия 25-27 человек. Все аудитории укомплектованы мультимедиа интерактивным оборудованием, ультра современным оборудованием. Компьютерные классы и компьютеры, которые предусмотрены на аудиториях, будут укомплектованы современным программным обеспечением. Но самым главным украшением многих кабинетов станет вид из окна. Окна здесь выходят на речку Купеленка, деревни и леса. Ведутся работы и на улице, за мной, как мы видим, возводится летний стадион. Скоро эти остатки строительной техники, камни, заборы уберут, и вид станет совершенно потрясающий. Правда, чтобы увидеть это сейчас, требуется недюжие воображение. В своем ежегодном обращении к жителям губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что ликвидация второй смены – основная задача для области, и в Ленинском районе ее успешно решают. Максим Козлов, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.